Жители предгория Алматы боятся схода оползня. В элитном микрорайоне раскопали горный склон, чтобы провести по нему канализацию для коттеджей. Они утверждают, что рабочие намерены пробить и мост над рекой, что крайне опасно. Говорят, и конструкция, и сама гора могут не выдержать. Тем более, недавно поблизости от обвала погибла целая семья. В проблеме разбирался наш корреспондент Денис Брагин. Утро понедельника у жителей Алматинского микрорайона Таос-Амал было недобрым. Неизвестные пригнали на главную улицу технику и начали подкапывать горный склон с яблоневыми садами. По нему хотят отводить бытовые истоки от частных домов сверху. Многие категорически против этого. На сегодняшний день заказчик уже прокопал полностью через сады канализационную трубу, уже сделал укладку. Укладка была проведена с нарушением норм, то есть с огромным уклоном. Они проходят через зону Р-2, где в принципе запрещено любое строительство и прокладка инженерных сетей. Сейчас мы боимся за свои жизни и за жизнь своих близких. Возмущенные рассказывают, в прошлом году застройщик жилого комплекса «Мечта», который граничил с частным сектором, выкопал колодцы и провел канализационные сети. Но вскоре ЖК признали незаконным и снесли. Теперь к трубам, которые остались, подключают дополнительные. Они намного шире старых, поэтому может произойти порыв, утверждают местные. С большого нового жилого дома строится труба, идет 150-170, попадая в канализацию, в люк и выходя в объем маленькой трубы. Она идет вообще 100. Она не будет успевать уходить под таким уклоном, под большой сборос. Это все будет обогащаться водой, септиком вот этим, пропитываться земля, и вся гора начнет сползать потихоньку. Местные говорят, канализацию с гор хотят вывести в общий сток, который давным-давно построили для санатория и частного сектора. Для этого придется пробурить мост над рекой, откуда жители используют воду для бытовых нужд. Наталья Аношина живет в Таус-Амале больше 60 лет. Женщина уверена, переправа не выдержит нагрузку. Такое уже случалось. Все нормы нарушены. 45 градусов здесь. Норма положена 15 градусов. Вы представляете, у него бассейн огромный, как Копчегайское море. И он, значит, канализацию хотят путем прокола, значит, вот здесь на мосту и вывезти вон туда, под наши двухэтажные дома, где наша детская площадка. Значит, как можно провести канализационную эту трубу, какой огромный объем воды будет сюда поступать, когда глубина моста 2 метра. Раньше в садах на склоне люди гуляли и собирали урожай. Там растут краснокнижные яблоки Сиверса и знаменитый Алматинский апорт. Несколько лет назад территорию площадью больше трех гектаров разделили на участки и продали частным лицам. На вершине возвели дома, которым и нужен слив. По словам местных, тянут канализацию от коттеджей, которые расположены на этой горе. Рабочие уже проложили трубу. Люди, живущие под склоном, опасаются, что на их дома может сойти оползень. Представитель заказчика заверил, работы ведутся на законных основаниях. Проект прошел необходимые экспертизы. Все разрешения есть. Это частное владение. У нас имеется согласие, нотариально заверено от владельца этого участка, что он не возражает на положение канализации. Мы поставили задачу, соответственно, подали все документы, получили все разрешительные документы. То есть у нас вся нормативно-правовая база от Акимата, от ГАСКа, все у нас на руках имеется. И запустили строительство. Ну, жители сейчас воспрепятствуют, получается, законной деятельности. На встречу приехали и чиновники из Акимата. Они сообщили, нарушения все же имеются. Специалисты проведут разбирательство. Согласно нарушению права благоустройства города Алматы по 505-й статье, складированы материалы, то есть отсутствие паспорта, объекта и так далее. Нарушением в данный момент работу остановим. После чего своим коллегам будем направить письмо для выяснения законности данных документов. На место прибыли полицейские. Но и тогда рабочие не хотели сворачивать свою деятельность. Жители отмечают, гора состоит из суглинков. Эта порода легко размывается. Напомню, в начале февраля буквально в 300 метрах отсюда сошел оползень. Дом накрыло мощным грязевым потоком. Погибли сразу четыре человека. Супружеская пара и двое сыновей. Люди боятся, что трагедия может повториться. Денис Брагин, Сергей Ковтун, КТК, Алматы.